К работе готов журналистам окружных СМИ презентовали строительный 3D-принтер. С его помощью уже напечатаны первые элементы для благоустройства окружной столицы. Они стали своего рода пробой пера. С процессом изготовления малых архитектурных форм познакомилась наша съемочная группа. Раствор строительный 3D-принтер подается вручную по мере необходимости. Остальное выполняет техника. По заданным параметрам слои бетона накладываются друг на друга. При этом толщину слоя можно регулировать дистанционно с помощью специальной программы. Здесь же задаются параметры будущей конструкции. Это интересное оборудование, которое позволяет укладывать бетон по траектории, по заданной, если говорить техническим языком. Но тем самым можно делать очень сложные и красивые формы из бетона. Это могут быть элементы здания, это могут быть малые формы, элементы лошадного дизайна. И самое главное, что это можно делать даже в единичных экземплярах. Не надо делать никаких форм для этого. И себестоимость этой продукции довольно-таки низкая. Рентабельность на малых формах, кто занимается производством малых форм, уже есть предприятия по России и за рубежом, которые работают на нашем оборудовании, она довольно-таки высокая. По словам Александра Маслова, в работе с таким оборудованием важны три составляющие. Одна из них – грамотный специалист. В нашем городе такие кадры есть. Семен Иванов, сотрудник МБУ «Чистый город», в июле прошлого года вместе со своим коллегой прошел обучение. Проходили мы обучение в городе Ярославль на базе спецавиа. То есть нас там научили именно проектировать все модели, которые мы печатаем, менять их код, так, чтобы это все работало с программой, которая непосредственно управляет самим принтером. Научили грамотно готовить смеси. И, в принципе, вот все. Они прошли курс и эксплуатации оборудования, и курс моделирования. Это довольно-таки грамотные специалисты, в них сомнений нет. Одни из самых лучших, которых мы учили когда-то. Поэтому я думаю, что здесь все получится. Ну а чтобы конструкция, напечатанная на таком принтере, получилась крепкой и устойчивой к перепадам температур, очень важно правильно подобрать компоненты и их дозировку. Добавляются специальные ингредиенты, то есть затвердитель, жидкое стекло добавляется, специальные фибры существуют для укрепления всего этого. То есть, да, это все добавляется в смесь и сразу же печатается. Плюс еще это все армируется во время печати. Для укрепления? Да, прям на саму деталь можно положить ту же самую сетку, например, либо арматуру. И он прям поверх нее дальше пройдет печатать, и тем самым будет крепче. Стоит отметить, что строительный 3D-принтер приобретен на средства компании «Лукойл». Мэр города Олег Белак убежден, оборудование окупится быстро. Безусловно, это окупится. Если просто представить, что мы вот эту вот форму, да, с вами бы привезли сюда, условно говоря, транспортом. То есть, если она вот весит, примерно, говорили, 120 килограмм, вот на самолетом 100 килограмм, на килограмм веса, да, то есть автомобилям мы затратили, наверное, килограмм бы 20-30, плюс это расходы на горючее и так далее. Здесь мы потратили, скажем так, определенную сумму на сам 3D-принтер, она далеко не заоблачная, а остальные все инертные материалы, вода, это местные, да. То есть здесь получается, к большому счету, себестоимость состоит только из затрат на инертные материалы, на цемент, на воду, ну и на зарплату работников. Поэтому, безусловно, это окупится, если сравнивать при доставке сюда, потому что у нас все съедает логистика. Строительный 3D-принтер пока единственный в регионе, прошел пусконаладку и теперь готов к печати малых архитектурных форм для благоустройства города.